Ты в уши неба, ты мне улыбнись, я улыбнусь в воде. Давай, полетаем, что ли? Это так легко ли? Не ловлюсь, а я сижу, давай, прогуляем, что ли? Поскольку шоу «Голос Соликамский» проводится второй раз, его открывала победительница прошлого сезона Майя Петрасян Назарная, девчушка с заряжающей песней. Итак, старт финала дан, впереди 17 песен, но в начале слова наставления и пожелания удачи от компании «Уралкали», которая помогла устроить яркое шоу. Как много людей в зале, даже страшно. Значит, проект «Голос» очень популярен. Второй раз проводится командой «Городок», за что им, конечно, большое спасибо. Я рад, что компания «Уралкали» является генеральным спонсором данного проекта. Хочу пожелать финалистам удачи, звучного голоса, и пусть победит лучший. А лучшего выбрать очень сложно, ведь в финал вышли 17 сильных участников. У каждого свой особенный голос, который заслуживает стать «Голосом Соликамска». Выбрать только трех лучших должны пять человек из жюри, а в нем и приглашенный гость из Перми – певец Михаил Мазунин. На самом деле, очень приятно вновь оказаться в этом замечательном городе, благодаря газете «Городок», ее администрации и всем чинам, грубо говоря. Мне очень приятно, безумно быть на этом именно фестивале, связанном с вокальной деятельностью. Я очень надеюсь, что это не в последний раз. И начнем знакомить вас с участниками финала шоу «Голос». Сотрудница «Уралкали» Евгения Ершова на финал выбрала знакомую многим песню Аллы Пугачевой. В разговоре с нами она объяснила свой выбор, а пока фрагмент ее выступления. Храни меня и по своей рукою, да счастье мне, а значит, дай попоя. Дай счастье мне, дай счастье мне, той женщине, которая поет. Ну, для меня это вообще символ всех женщин, которые поют. Я хотела, может быть, переступить через какие-то свои внутренние барьеры и вырасти. И для меня эта песня – показатель роста. К слову сказать, что во время выступления Евгения не пыталась скопировать исполнение Аллы Пугачевой. Она спела ее так, как чувствовала. Ведь именно это ей посоветовал наставник Марат Зайнулин. Выбрала песню по душе и калищица Светлана Замерфельд. Моя ладонь превратилась в клубах. Я приготовила несколько песен, мы с ней советовались. Но поняла, да, что вот у меня хватит харизмы и голоса подать правильно именно кукушку. Поэтому мы сразу остановились на ней. Было несколько лирических композиций, мы их сразу отмели. А образ, если честно, я с ней не советовалась. Я выбрала сама и уже только вот сегодня ей показала, как оно все будет выглядеть в образе целиком. Какова реакция была наставницей? Она утвердительно кивнула головой. Да, без слов. Образ Светланы оценили и жюри. Ведь в шоу голос – главное не только песня, но и подача. Разнообразие репертуара на финальной голосовой битве было действительно разное. От рока до джаза, оперной песни и исполнения под баян. Ульяна Мурзабаева выбрала джазовую композицию и перед финальным исполнением очень волновалась, говорит девушка. Ульяна Мурзабаева Вы знаете, я со вчерашнего дня вообще ничего не ем. Но не то, чтобы я себя ограничиваю, я просто не могу. Вот сейчас, когда я выступила, уже у меня начинается это, уже хочется покушать. А так, вот сегодня я к такому способу прибегнула впервые. Воду с лимоном, лимон прямо выдавила туда в воду, для того, чтобы связки не сохли. И, честно говоря, я не думала, что будет эффект такой хороший, но мне это помогло. Стоит отметить, что Ульяна поет уже давно и выступает в группе «Лаоса». Участие в шоу «Голос» помогло и улучшить свои способности. Впрочем, все участники признаются, что проект дал им возможность раскрыть себя заново, воплотить мечты и выйти на большую сцену. И вот пришел самый волнительный момент – финальная точка проекта – выбор жюри. Участники шоу «Голос» уже показали свои финальные песни. И сейчас, пока жюри почитывает голоса и готовит финальный редикт, всех зрителей радует пермский вокалист Михаил Мазунин. Минуты ожидания окончены. И все участники со своими наставниками выходят на сцену в последний раз. Пару минут, и они узнают, кто станет голосом Соликамска. «Были дебаты, обсуждалось до последнего, обсуждалось очень детально каждое место с нюансами, с жаркими спорами. И просто потом методом подсчета баллов, то есть не так, чтобы все решили единогласно, что вот так, а прямо по баллам считали, высчитывали средние. И только благодаря этому у нас выстроилась вот эта вся иерархия, весь педестал». Итак, третье место после жарких дебатов жюри заняла Валерия Кочнева. Второе место у Антона Кутуева. Аплодисменты, подарки и нарастающий момент интриги. Кто из 17 участников стал победителем и обладателем 30 тысяч рублей? «Вот когда выступает каждый из них, когда выступал, у меня вот сердце замирало. Я думала, ну вот, наверное, вот это точно место какое-то займет. И вот поверьте, и так у всех 17 участников. Но, к сожалению, место первое одно. И мы очень в этом плане доверяем нашему авторитетному жюри. И сейчас вместе произнесем имя победителя. Ульяна Музабаева! Ульяна Музабаева становится победителем проекта «Голос. Город Соликамска». Аплодисменты, друзья! Выпитый лимон с водой помог Ульяне сохранить свои голосовые связки и на финале исполнить свою песню в лучшем виде. А как сложится дальше карьера победительницы, зависит теперь только от нее. Главное, мы-то теперь знаем, что «Голос Соликамска» звучит шикарно. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Сольтовая». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова